Пять островков безопасности, защитными рефюджами и пандусами появились в Приморском и Малиновском районах нашего города. Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения установил данные конструкции в рамках программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе». Директор департамента говорит, что реконструкция переходов осуществляется в рамках стратегии Vision Zero. Основная цель этой программы – уменьшить гипотетическое совершение дорожного транспортных происшествий водителями автотранспортных средств. Мы внесли через сессию Одесского городского совета адреса первых пяти островков безопасности, защитными рефюджами и первые пять адресов для повышенных пешеходных переходов. Пять повышенных пешеходных переходов еще ожидают своей реализации, но скоро будут реализованы. Такие островки безопасности, обустроенные в Приморском районе, находятся на проспекте Шевченко, в районе хозяйственного суда, а также дворца спорта. Еще два находятся на улице Ивана и Юрия Лип, а также один островок безопасности на улице Богдана Хмельницкого, 92. Мы коммуницируем с управлением патрульной полиции в Одесской области и просим их ежемесячно направлять на наш адрес статистику по дорожно-транспортным происшествиям. Из этой статистики мы анализируем и выбираем те локации, где дорожно-транспортные происшествия были совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. Естественно, берем в работу эти точки. Напомню, ранее анонсировалось, что таких островков безопасности в городе должно появиться минимум 10. Из 10 переходов 5 приподнимут над проезжей частью. Еще на 5 должны были оборудовать островки безопасности, что и произошло. Поводом появления островков безопасности на проспекте Шевченко стала трагедия. На нерегулируемом пешеходном переходе погиб подросток. С того злосчастного случая в Горсовете решили, чтобы такие ситуации не повторялись, ограничить скорость машин на этом смертельном участке проспекта Шевченко принудительно. Островки безопасности как раз и призваны решить эту проблему. Василий Возовлук, Алексей Прагопенко, телеканал «Репортер».